Здравствуйте, уважаемые, надеюсь, будущие коллеги. Мы сегодня с вами поговорим о новой науке, о новом направлении науки, о наноматериалах, о наноматериалах, о наноматериалах, о наноматериалах. Слово «нано» сейчас модное, о нём говорят все, везде, повсюду, и пытаются этим словом прикрыть различные направления, различные свои жизненные идеи, чего хочется получить от этого нано. Каждому по-разному, кому деньги, кому знания, кому просто интересно с точки зрения, а что же это такое, и что это за новые объекты, которые раньше вроде бы нигде не упоминались. Ну вот, раньше нет, а сейчас упоминаются, сейчас упоминаются точно часто. Ну я просто не буду говорить, что вы и так приставки прекрасно знаете, но вот если с греческого, то нан – это карлик. А вот вы знаете вот такие приставки, микрометр, если вы помните, ну микрон, миллиметр, миллиметровая бумага, ну и вот, соответственно, это 10-3, это 10-6, а это 10-9, но это говорить если о цифрах, а если говорить о каких-то единицах, то 1 нанометр – это 10-9 метр. Ну если говорить о немножко другой, то обычно в атомной физике, в квантовой физике работают с ангстремами, то это вот 1 нанометр – 10 ангстрем. Собственно, вот об этом и будем дальше говорить. Вот наноматериал, нанотехнология. Вот мы постараемся разобрать поэтапно наноматериал, нанотехнологии, но если говорить о том, что вот мы такие умные думали за того, чтобы сделать вот это нано, то, оказывается, природа была умнее нас на много миллионов лет тому назад. Вот такая гора в Грузии, и вот такие камни, из которых сложено большинство домов, представляют из себя вот такие интересные структуры. Вот что здесь интересно, если вы обратите внимание, 20 ангстрем, то есть 2 нанометра пора, вот туда может пройти-ка одна молекула, если она меньше этого размера. А вторая молекула, которая больше, она не проходит. Таким образом можно воздух фильтровать, его, собственно, применяют для противогазов, различных бытовых техник, чтобы вас очистить воздух, чтобы человек не отравился, если будут какие-то вредные вещества находиться в воздухе. Но это не всё. У нас в океанах, в северном Литовитом океане, живут вот такие бактерии, что интересно в этих бактериях, то, что введено к красным кружочкам, такие стрелочки, это частички магнита. Такого размера, около нескольких нанометров, это так называемые магниточувствительные бактерии, которые в своём организме синтезируют такие наночастицы, которые, в принципе, для них очень важны, чтобы ориентироваться в пространстве. Это же магнитные стрелки. Магнитные стрелки, по которым они плавают и понимают, куда плывут или куда двигаются, такие же частички находятся, вот такой занятный черепахи. Как показали биологи, в передней части головного мозга, ну, в волочке головного мозга, находятся вот такие магнитные стрелки. И черепаха, уплывая из своего места, где она родилась, через несколько лет может вернуться совершенно спокойно в это место. Ну, GPS гораздо слабее, чем то, что придумала природа, хотя мы только сейчас ей пользуемся, как поехать, как доехать и так далее. Что говорить о таких вещах, как вот таких моллюсков? У них вот такая структура их панциря. Ну, даже у нашего всем известного моллюска ракушки, который мы ловили на берегу, вот такая структура. Что интересно в этом? То, что вот эта многослойная структура, как показывают эксперименты, наиболее легкая броня известная человечеству. Такую структуру, к сожалению, пока мы не можем достичь, но, тем не менее, к этому стремимся, поскольку мы понимаем, из чего она состоит и как она делится. Японские ученые поставили эксперимент и увидели, что вообще эту ракушку проткнуть очень сложно. Моментально идут трещины во все стороны, трещина не распространяется по всему телу ракушки. Поэтому в данном случае это броня та, что нужна для танков. Но если говорить о живой вообще природе, такой бегающей, то вы прекрасно видели вот такую ящерицу, которая бегает по стенкам, по потолку. И, соответственно, вы можете наблюдать, с какой скоростью она перемещается. Но она не падает. Это обеспечивает и те маленькие лопатки толщиной 200-100 нанометров. Одно прочное сцепление с потолком, вот вы видите, 10 ньютон на метр квадратный. То есть она оторваться не может. Но если она будет ее лапку поднимать постепенно, а не сразу отрывать, то она, соответственно, может быстренько перемещаться. А если целиком, то прилипла к потолку, то ничего страшного не будет, она никогда не упадет. Хорошо бы сделать такие перчатки, как утверждают, что уже некоторые вещи сделаны, для того, чтобы можно было избежать канатов для подъема по стенке, чтобы могли спокойно мыть окна люди. И, соответственно, можно спецназу просто ничем больше не заниматься, как только обувь, такие, ну, если хотите, перчатки. Ну вот, это структура вот этих маленьких окончаний, с помощью которых она так легко передвигается по потолку, стенкам, любым вертикальным предметам. Тоже еще можно сказать, что нас не только в свое время научили, но мы много очень можем научиться у наших древних коллег, которые наноматериалы использовали еще до нашей эры при окраске волос своих женщин. Если посмотреть на гравюры, эти рисунки, которые ссадились со временем Древнего Египта, то в большинстве случаев волосы у женщин черные. Это обязано тем, что вот такие наночастицы сульфида-цвинца они применяли для окраски волос. Мы тоже сейчас хотим это сделать, но пока такого единообразия не только подошли буквально недавно к этому. Если вы знаете, есть сейчас такой термин. Наногуталин. Я не понимаю, что такое наногуталин. Наверное, никто не понимает. Но слово «наномойка» производит сильное впечатление. Но это, так понимаю, если они хотят помыть 5 ангстрем или 5 нанометров, то это бред. А если они хотят применить нанотехнологии, для помывки машины, то наномойка при этом никакого отношения к этому не имеет. Ну и еще вот такие предметы. Предметы искусства. Вот эта ваза потрясающей красоты. Она выставлена в музее и, собственно, меняет свой свет в зависимости от того, как падают лучи. А обязанность к такому изменению цветности наночастицам металлов, которые добавлены. Вы видите здесь размеры 5, 10, 9, то есть 5 нанометров или 100 нанометров. И, в общем-то, это очень интересные такие вот структурки, которые меняют цвет. Ну и до сих пор применяется кассиев пурпур, который, собственно, изобрел и применил стекловар. Вот касси в своем, собственно, изделии, когда он делал различные окраски, это различные витражи, стекла. И вот это в зависимости от размера частиц. Вот эти коллоидные растворы гелевые, они меняли свою цветность. Ну и еще, если говорить о достижениях, о вооружении, то вооружение – это одно из тех путей, которые дают больше всего денег на исследование, поскольку вооружение, как вы понимаете, важно для каждой страны. А вот дамасская сталь, которая была почти 2000 лет до нашей эры, и вот эта сталь, и вот эти ножи – потрясающе острые, очень прочные оружия, которые гордились наши древние. Что интересно, только недавно с помощью современной аппаратуры, современной электронной техники, ну, электронных микроскопов, было обнаружено в ней вот такие углеродные структурки. Это очень напоминает, сейчас тоже модное слово «фуллерены», которые вводят в различные металлы, для того, чтобы придать им прочность. А они еще в то далекое-далекое время смогли добиваться таких стали и таких характеристик у стали с помощью просто многократного ковки этих стали, притом высокоуглеродистой. Вот, собственно, что сейчас мы говорим, нанотрубки, нанотрубки, одностенные нанотрубки, многостенные нанотрубки. Применяют их эти нанотрубки для того, чтобы в большинстве случаев улучшить качество изделий, в частности, металлов и керамики. Но вот наши предки были умнее нас, смогли сделать это задолго до нас и называть это слово «нано». Ну, если говорить о нанообъектах, то понятно, что свойства свойствами, это материалы, о которых я говорил. А вот хорошо бы рассмотреть отдельно нанообъект как некую индивидуальную частицу с малого размера. Вот еще Фарадей в свое время получил коллоидный раствор красного цвета, который тоже можно было менять цветной в зависимости от размера частиц. Вот так, меняя размер частиц золота, почему-то все любят работать с золотом. Я понимаю, что это как ценный материал, с ним легко работать, но тем не менее практически большинство людей работает с золотом. Но я тоже решил поработать с золотом, показать вам, что вот если мы заглянем в любой справочник, то там видно, что при одной атмосфере 1333 градуса Кельвина золото должно плавиться и переходить в жидкое состояние. Ну вот интересно, а вот если взять маленький кусочек золота и его расплавить, оказывается, что температура плавления не 1333 градуса, а какая? На этот вопрос ответили многие ученые, когда проводили такой эксперимент. Они исследовали температуру плавления золота в зависимости от размера частиц. И вот получилась вот такая кривая. Вот забавный и любопытный эффект. Сейчас очень можно воспользоваться, поскольку это не только золото, но и другие металлы также изменяют свою температуру плавления в зависимости от размера частиц. Ну вот такой мысленный эксперимент, который вообще на практике легко осуществить. Вот эти частички находятся при 5 нанометров, вот при такой температуре в расплаве. Не меняя температуру, мы просто приводим две частички в соприкосновение. Понятно, что теперь масса частичек возросла и размер возрос. Ну, будем считать, что он стал 10 нанометров, но тогда 10 нанометров плавится совершенно при такой температуре. И в этой ситуации эти частички должны при соприкосновении перейти в кристалл. Понятно, что это очень важные обстоятельства с точки зрения того, что используя такие частички, можно не достигать такой высокой температуры, которую обычно делается в 133 градуса, а можно опуститься гораздо ниже и, соответственно, применять наночастицы для получения материалов, которые не стойки при высоких температурах.